И к нам уже присоединяется к нашему эфиру, эфир Валерий Мацкевич, представитель Народного антикризисного управления и Координационного совета Беларуси. Валерий, мы вас приветствуем. День добрый. Валерий, ну вот как утверждают в Институте изучения войны, хотя в принципе, мне кажется, это очевидно, в 2022-м не получилось, в 2023-м явно тоже не получится у российской армии, даже если они попробуют снова с Беларуси. Но это ведь будет иметь и достаточно плачевные последствия для самой Беларуси, если вдруг будет задействована снова Беларусь или с ее территории, как угодно. То есть это ведь не нужно и самой Беларуси. Вы знаете, в первую очередь это будет плачевно для режима Лукашенко, который, ну и Лукашенко лично, по моему личному убеждению, на самом деле уже принял решение. О участии в сухопутной операции, косвенные признаки об этом говорят. Единственное, что их с Путиным сдерживает на сегодняшний день, это, во-первых, настроение в белорусском обществе и белорусской армии. И несмотря на круглосуточную пропаганду, белорусы до сих пор не понимают, зачем им воевать с Украиной, поскольку ни в историческом, ни на генетическом, ни на каком-то другом уровне у нас никогда для этого не было поводов. Хотя понятно, что Путина это мало интересует, и поэтому он очень хочет использовать белорусскую армию для того, чтобы ею разминировать поля на границе с Украиной. Кстати говоря, мы постоянно получаем информацию через наши источники о настроениях белорусской армии. Так вот, там постоянно говорят о том, что Путин их просто бросит первыми на минные поля под удары артиллерии и, собственно, как пушечное мясо. И, как они шутят, обменяют их на боекомплект. И никто из белорусских военнослужащих не хочет себе такой доли. Тем более, как я уже говорил, еще раз причерпну, в белорусской армии нет ответов, зачем им участвовать в интересах Путина в российской агрессии. И, в принципе, постоянно обсуждаются темы, каким образом, если будут какие-то приказы, либо их игнорировать, либо дезертировать. А сейчас мы видим все больше примеров, когда бойцы покидают расположение части, постоянные какие-то пересечения границы. То есть белорусы не хотят воевать, а белорусские матери не хотят принимать своих сыновей грузом 200. Ну, а в свою очередь, как по вашей информации, по вашим наблюдениям, сейчас самопрозглашенный президент Беларуси Лукашенко, он готов встревать в войну против Украины официально, на официальном уровне? Ну, я бы ответил таким образом. Хотел ли он этого изначально? Да, безусловно, хотел, когда верил в победу Путина. Мы уже говорили о том, что он ведь этого и не скрывал. Говорил еще за месяц до начала российской агрессии о том, что они с Путиным вернут Украину, как он выразился, в лоно славянского братства. Что он под этим подразумевал, можно только догадываться. Конечно, когда теперь он видит то, что у Путина нет шансов на реализацию своих планов, он не хочет быть на стороне проигравшего. Но мы также понимаем, что Путин просто ему не оставляет шансов, и танцевать между капелек у него уже не получается. Тем более, вот эта довольно странная смерть министра иностранных дел Макея, который по разной информации пытался все-таки каким-то образом оставить люфт для маневра для Лукашенко. То есть сегодня, а сейчас, по сути, Лукашенко сам себя загнал в такой цунг-цванг, какой он шаг не делает. Это приближает его конец. То есть если он не будет участвовать, мы понимаем, что перед ним поставлены уже очень жесткие условия. Если он будет участвовать, то та часть, лояльные к нему сил специальных операций, они просто не способны будут выполнить ни одной боевой задачи и могут просто остаться удобрением где-то в районе Шацких озер. И вот еще интересно, когда Путин каким-то образом понимает, что не удаются его планы, его такие вот несколько, не знаю, можно ли это назвать эмоциональными порывами или как это вообще можно характеризовать, выражаются в ракетных обстрелах мирного населения. И что касается Лукашенко, который, возможно, хотел бы присоединиться, когда верил в победу России, а теперь уже не хочет. Но ведь Путину, может быть, все равно хочет или не хочет. Как вы считаете, насколько вероятна возможность вот такого ультиматума, в котором выбора уже не останется? Вы знаете, я думаю, что Лукашенко уже находится в ситуации, где у него нет выбора. Я хотел бы подчеркнуть, что весь генералитет военный, в том числе и министр обороны Виктор Хренин, и в том числе и председатель Совбеда Вольфович, это ведь все, по сути, пророссийские генералы, которые либо родились в российских семьях во времена Советского Союза, которые находились в Беларуси на тот момент командированными, либо просто являются агентами влияния Кремля. И на самом деле Лукашенко сам добровольно Путину позволял быть хозяином в Беларуси, сдавал Беларуси. Сейчас он находится в той ситуации, когда он уже не может, по сути, проявлять какую-то самостоятельность. Но его нельзя назвать заложником, потому что он идейный последователь и адепт, собственно, философии Кремля, имперских амбиций Кремля. Он себя демонстрировал таким все последние и первые годы правления, называя Москву своей столицей. Поэтому для Лукашенко все логично, должно завершиться, его будет ждать такая же судьба, как и Путина, как полноценного суагрессора. Я хочу напомнить, что первые ракеты полетели со стороны Лукашенко, к сожалению, с территории Беларуси. И мы уж со счета сбились, но это больше 700 ракет. И то, что происходило в Дуче, то, что творилось в Ирпене, это творилось благодаря тому, что Лукашенко предоставил территорию Беларуси для вторжения российских войск. И мы понимаем, что именно, собственно, в планах Путина, чтобы Беларусь оставалась балконом Кремля, так называемым. И пока Беларусь находится в распоряжении Лукашенко и как гауляйтера Путина, у Киева всегда будет угроза агрессии. Именно поэтому, конечно же, со своей стороны и белорусский народ, и демократические силы готовятся к тому, чтобы не позволить российской агрессии развернуться в полной мере. — Знаете, вот можно так классифицировать. Путин, он же активный такой агрессор, а Лукашенко можно назвать, скажем, не то чтобы его отражением, но все-таки он не настолько активен в своих действиях, хотя бы только потому, что у него нет и таких ресурсов. Но все-таки мы видим, что когда Путин вот несколько терпит неудачи, он действительно очень ярко на это реагирует. Когда действительно Александр Лукашенко абсолютно уже избавится от каких-то розовых очков и надежда на то, что все еще как-то может пройти мимо, как вы считаете, его вот такая истерическая реакция может быть подобной реакцией Путину? То есть захочет ли он, скажем так, перед своим уходом, кончиной, чем угодно, я не знаю, какая у него будет дальше судьба, мы можем только догадываться, сделать другим еще хуже и проявить какую-то агрессию? Ну, Лукашенко это делает. Последние годы, маски сорманы с 2020 года, где, по сути, произошло насилие в городах Беларуси, были убиты протестующие, больше трех тысяч находятся в застенках сейчас, где их пытают и мучают. И, собственно, вот эти так называемые новые законы, где, собственно, там смертная казнь за измену Родины или сейчас принимающиеся законы относительно того, что военные также могут быть просто расстреляны за некую измену Родины на поле боя. То есть Лукашенко показывает, что он готов убивать, Лукашенко показывает, что он готов перейти любые красные линии для того, чтобы защищать свое кресло. Но сейчас совершенно другая реальность. И, по сути, мы понимаем, что видим, что и белорусы, на самом деле, вот если говорить о протестном потенциале, мы ведь видим партизанское движение, мы видим людей, которые активно участвуют в народной разведке. Например, белорусский ГАЮ сообщает постоянное передвижение российских войск. Мы видим запросы из белорусы, которые к нам поступают, что люди готовы реагировать, люди готовы сопротивляться. И если действительно на территории Белоруссии накопится ударная группировка войск, скажем, и если действительно будет отдан приказ переходить границу, то с учетом настроения в обществе и настроения в армии мы будем видеть еще очень много сюрпризов, и белорусское общество еще себя проявит. Я имел в виду, насколько может вылиться агрессия Лукашенко за пределы страны. Одно дело избивать свою семью, что очень плохо является преступлением, а другое — это решиться зайти еще в соседнюю квартиру. Я думаю, что, как я уже сказал, Лукашенко принял это стратегическое решение. Тактически то, что мы сегодня видим, это, конечно же, такая информационная атака, дефилирование вдоль границы, попытка каким-то образом изучить реагирование ЗСУ на вот те учения, которые мы видим, и проверку боеспособности. Но стратегически, из того же информации, которую мы обладаем, Лукашенко уже, по сути, принял решение, что, когда сформировается ударная группировка, возможно, это будет ближе к весне, он, скажем, из тех источников, которые у нас есть, будет готов отдать приказ. Мне очень бы хотелось, чтобы этого не произошло, но, судя по той ситуации, в которой он находится, тех условиях, тех желаниях, он готов перейти эту красную черту на сегодняшний день уже. В свою очередь, мы очень много уже говорим о Беларуси, о участии полномасштабном Беларуси с Российской Федерацией против Украины. Но ведь сейчас Беларусь недалеко не используется как взлетная полоса и как плацдарм, по факту, для нанесения ракетных ударов. Путину нужен Лукашенко и его участие в войне. Чисто символически, якобы, показать такую массовость, что, мол, вот видите, против выдуманного там фашизма, нацизма и так далее борются вот какие великие страны. Или зачем? Ну, во-первых, Путин хочет использовать весь конвенциальный, скажем, потенциал, и на фоне мобилизированной армии белорусские солдаты, скажем так, не так уж плохо и смотрятся. Ну и тут есть, конечно же, вы правы, такой аспект, что Путин как бы не один. Он хочет втянуть Лукашенко на равное с собой. Он хочет показать, что это некое союзное государство, что это не просто, значит, Россия, это вот союзное государство. Вот. И, собственно, мы понимаем, что таким образом Путин решает еще и задачи, возможно, по условному геноциду белорусской армии. То есть он, как я уже говорил, вот эти разговоры белорусской армии о том, что их просто бросят первыми на минные поля. То есть Лукашенко... То есть Путин таким образом еще и решает проблему Лукашенко, что если в случае полной, скажем так, экспансии Белоруссии и оккупации Белоруссии, чтобы если у Лукашенко появятся какие-то мысли защищаться, значит, вот сколько и такие ведутся разговоры, да, что если Лукашенко захочет каким-то образом петлять или верять, чтобы у него просто не было армии защищаться уже ни от кого. То есть на сегодняшний день, с одной стороны, вывозятся все боеприпасы, вся техника из Белоруссии в пользу Российской Федерации на фронт. Ну, а также есть все-таки и часть белорусской армии, очень маленькая, конечно, часть, но первая диктатор, пускай это несколько тысяч. И Путину, я думаю, очень выгодно, чтобы эта часть, условно, охраны Лукашенко, она тоже где-то осталась в районе Полесья и осталась удобрением, для того, чтобы Лукашенко был полностью ручным. Хорошо, но ведь какой-то информацией обладают и военные армии Белоруссии, и вот также телеканал Freedom, он транслируется на достаточно большую территорию, на очень много стран, и через разные способы можно его смотреть и на территории Белоруссии, и даже на территории самой России. И они прекрасно понимают, если их отправят воевать в Украину, то в каком качестве согласиться на это, по приказу или добровольно, как угодно, это абсолютно равно тому, что совершить самоубийство по собственному журнанию. А вот если все-таки Лукашенко решится, как последний приступ перед уходом, совершить такое рискованное движение, насколько вероятны протестные настроения в армии Белоруссии, и то, что сами военные будут максимально саботировать эту идею и это решение Лукашенко? Ну, именно поэтому сейчас в белорусской армии проводятся мероприятия по, с одной стороны, такой информационной обработке, где круглые сутки просто людей настраивают, рассказывают им о заговорах НАТО, о украинцах, которые для них враги, но это мало работает. Поэтому мы знаем, что постоянно с Россией прибывают особисты, которые пытаются работать с белорусским составом. Мы понимаем, что не доверяя белорусской армии, Путин, по сути, пытается разбавить российскими военными, российскими офицерами, то есть формируя вот эту совместную группировку, для того, чтобы на поле боя это была более подконтрольная история. Потому что все прекрасно понимают, что с учетом настроений белорусских армий, белорусские военные первое, что захотят сделать, это попытаться сдать оружие, передать оружие ЗСУ. А многие из них просто пожелают пополнить ряды белорусских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. И эта информация тоже есть, естественно, у спецслужб. Поэтому они всячески пытаются каким-то образом воспрепятствовать этому. Опять же, мы имеем информацию, что если будет отдан приказ, будет массовое дезертирство еще до того, как попытаются перейти границу. Но, собственно, именно поэтому этого еще и не случилось. Не потому, что Лукашенко может противостоять Путину. Нет. Просто на самом деле белорусское общество, белорусская армия в том числе, не готовы выполнять эти приказы на сегодняшний день. И также хотела бы еще озвучить, процитировать слова Дмитрия Кулеба, министра иностранных дел Украины. Он считает, что Россия может повторить попытку большого наступления в январе-феврале 2023 года. И, по мнению Кулеба, об этом может свидетельствовать подготовка новых призывников и передвижение тяжелого вооружения в России. У нас есть цитата. Мы сейчас ее услышим и продолжим с вами обсуждение. Я не говорю, что это точно произойдет, но в лучшем случае, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, подготовку новых призывников и передвижение их тяжелых вооружений по стране, они однозначно сохраняют надежды на то, что они смогут пробить нашу оборону и продвинуться глубже в Украину. Так вот, о тех самых надеждах Российской Федерации мы можем, собственно, судить по определенным действиям, что они там что-то копошатся, делают, собирают, готовятся, призывают. А у Беларуси какие основные показатели? Будет ли какой-то основной маркер, по которому мы сможем предположить, значит, скоро все-таки Лукашенко решится? Ну, опять же, я подчеркну, что очень важный маркер – это, собственно, формирование ударной группировки. На сегодняшний день по разным оценкам, от 15-30 тысяч, там сегодня прибывает российских военных, которых пытаются обмундировать, обогреть, накормить, каким-то образом обучить. Это, конечно, не те цифры. Когда мы будем видеть 50 тысяч, когда мы будем видеть те ориентиры, о которых говорили, 120 тысяч, конечно же, это будет, это уже будет триггер. Но, опять же, я перейду к той информации, которую мы получаем сегодня. В кругах белорусской армии все больше и больше говорят о том, что как только будет накапливаться какая-то ударная группировка, они станут просто легальной целью на территории Беларуси. И они прекрасно понимают, что если где-то под Энгельсом или под Курском уже курят, то почему бы не станут курить где-то на Барановичском аэродроме или на Литском аэродроме. То есть прекрасно они также понимают, что никто им не позволит накопиться и подойти близко к границе. И на сегодняшний день, я думаю, что никаких ограничений у украинской стороны не будет. И они это прекрасно понимают. И еще одна предполагаемая ситуация. Мы знаем вот о недавней судьбе одного из советников. Там что-то сказали о сердечном приступе. Ну, есть, конечно, информация, что это было отравление. Может ли такая судьба постигнуть других союзников, советников, ну, либо же впоследствии самого Лукашенко, если он все-таки до последнего будет не соглашаться на предложение Владимира Путина отправить армию Беларуси в Украину, к примеру? Есть версия, что это был сигнал или предупреждение Лукашенко для того, чтобы он был более сговорчивым. Здесь, конечно, очень большое поле для спекуляций. Ну, здесь бы я хотел подчеркнуть еще раз о том, что у Лукашенко действительно не осталось выбора. Не то, чтобы он хотел, чтобы он у него был на сегодняшний день, опять же. Но, да, танцы между капелек у него уже закончились. Как я уже сказал, по, скажем, нашим данным, он уже принял стратегическое решение. И, собственно, вот его встреча с Шойгу и, возможно, прилет Путина в Минск 19-го, буквально через несколько дней декабря в Минск, говорит нам о том, что они уже будут достаточно предметно обсуждать конкретные планы ближайших месяцев. Спасибо вам огромное за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Будем эту тему, конечно же, обсуждать и держать в курсе наших зрителей, потому что от разных аналитиков, институтов изучения войны видим очень много информации. И, конечно же, будем об этом говорить. Но, к сожалению, не только от аналитиков, а от всех, кто хочет высказать как-нибудь свое мнение на актуальную тему. И важно следить за проверенной информацией. Мы ее очень тщательно собираем и предоставляем вам здесь, в эфире телеканал «Фридом». Напомню, что Валерий Мацкевич, представитель Народного антикризисного управления и Координационного совета Беларуси, был с нами на связи.